Выходим на пикеты, требовало государству выпустить всех политических заключенных. Это было с самого первого дня и до последнего, по крайней мере, задержали. Это было основным требованием всех моих одиночных пикетов, всех моих требований, что было в эфире и что было на одиночных пикетах. Это была свобода политических заключенных. Все мои действия были в правах Конституции. Я основываю своими конституционными правами, где прописано, что каждый гражданин Республики Казахстан вправе принимать участие в дела государства лично и через свои последние представители. Соответственно, как гражданин Республики Казахстан, я имею конституционное право говорить власти в тех или иных ситуациях, где я считаю, что она допускает ошибки в каких моментах, в каких случаях. И, соответственно, я испортиваю свои конституционные права, делаю то, что делаю, и делаю я это в рамках Конституции, не нарушая никаких правов и других православных законов. В протяжении многих лет мы нас приучили к тому, что за нас все сделают, за нас все решат. Там есть люди, профессора, которые подскажут правительству, как делать, что делать и все остальное. Нас все время обманывали, говорили, зачем вам это надо. Такое ощущение, как будто идет глобальное оболванивание населения. Поэтому, чем больше мы стали углубляться именно в эту проблему, тем больше мы стали понимать, то, насколько давно нас все-таки оболванивали. За свободу слова у нас подвергают арестам, за свободу слова у нас подвергают пыткам, за свободу слова у нас подвергают штрафам. Но хочу сказать, этот упрек прежде всего нам, гражданскому обществу, гражданскому обществу Казахстана, Это нам уплёк, это мы виноваты в том, что у власти на протяжении 30 лет сидят люди, которые не заинтересованы в том, чтобы Казахстан процветал, они заинтересованы в личных интересах, яхты, самолёты, вилы, коттеджи и всё остальное. У них шкурный интерес, у них свои вещи, нужно менять в первую очередь самих себя, мы должны полностью быть втянуты в жизнь политическую Казахстану, мы должны быть активны, мы должны жить и просыпаться с этой политической системой, мы должны менять мироустройство этой политической системы, мы должны каждый день бороться, доказывать этим чиновникам то, что мы не будем мириться с тем, что сейчас происходит в нашей стране, Мы не будем мириться с тем, что они делают с нашей страной, то, что они делают с нашими людьми, то, что они творят, вот эти все бесчинства, незаконные действия, поэтому призываю всех активнее принимать своё участие в политической жизни страны, чем быстрее, чем масштабнее мы сейчас начнём этим заниматься. Я уверен в том, что долго эта система в жизни удерживается, поэтому нам нужно просто всем быть активными, и тогда мы быстрее сменим эту власть, поэтому всех призываю быть активными, присоединяйтесь в движение Коща Партия Са, Алла Коща Партия Са, Алла Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok